Привет! Доктор Ник на связи! Сегодня я расскажу тебе, почему Омега-3 не работают Почему в большинстве случаев не имеет смысла их применять И, конечно же, как сделать так, чтобы Омега-3 доставляли максимальную пользу Я не буду сегодня перечислять бесконечное количество положительных эффектов от приема Омега-3 И тем более, что у Омега-3 есть неплохая доказательная база Но сегодня я хочу поговорить о том, что бесполезно рассматривать Омега-3 отдельно от Омега-6 Изучение влияния Омега-3 на человека и на тебя лично нужно всегда рассматривать в контексте количества Омега-6 Дело в том, что Омега-3 это противовоспалительные ненасыщенные жирные кислоты А Омега-6 это провоспалительные полиненасыщенные жирные кислоты И вся штука в том, что оптимальным для человека является отношение Омега-3 к Омега-6 От 1 к 1 до 1 к 4 И на самом деле в современной диете современного человека это соотношение на самом деле 1 к 15 и больше 1 к 20 и 1 к 30 То есть это говорит о том, что Омега-6 в диете современного человека на самом деле в 15, 20, 30 раз больше, чем нам нужно К чему это приводит? Так как Омега-6 являются провоспалительными Это значит, что их метаболиты, которые образуются в процессе их обмена веществ Они поддерживают и воспалительный, и иммунный ответ Это не то, чтобы плохо, это также нужно нам для жизни, и без этого мы умрем Но в таких количествах, как мы сейчас имеем Омега-6 в рационе Это приводит к хронизации большинства заболеваний И поэтому люди болеют долго, нудно, постоянно и всю жизнь Поэтому логично, что мы хотим, чтобы наше отношение Омега-3 к Омега-6 было все-таки ближе к натуральным значениям 1 к 1, 1 к 4 И поэтому логично, что мы хотим увеличить потребление Омега-3 как с помощью пищи, так с помощью добавок, чтобы это сравнять Но это не получается, и это не работает у большинства И даже несмотря на всю хорошую доказательную базу, периодически выходят исследования, которые опровергают все положительные эффекты от приема дополнительных Омега-3, особенно в виде добавок В чем здесь штука? На самом деле, Омега-3 и Омега-6, они по своей сути очень похожи, так как являются незаменимыми жирными кислотами И их метаболизм подразумевает использование схожих и одних и тех же ферментов Это значит, что они конкурируют между собой в метаболизме Это значит, что когда у нас много Омега-6, Омега-6 больше использует этих ферментов и конвертируется в метаболиты, скажем так, грубо говоря, провоспалительные гормоны И их большое количество оказывает свое действие В это время у нас мало Омега-3, которые используют те же самые ферменты, им не хватает этих ферментов И поэтому из Омега-3 образуется меньше противовоспалительных гормонов Либо эффект продленный и долгий Более того, в худшем случае Омега-3 стоят в очереди на фермент, пока Омега-6 переводится в провоспалительные гормоны И в самых-самых-самых худших случаях Омега-3 могут быть тоже использованы в качестве энергии То есть они будут сжигаться в тех случаях, когда телу требуется энергия Грубо говоря, когда мы находимся в дефиците калорий И на этом фоне принимаем большие количества Омега-3, на фоне и так большого количества Омега-6 Вот такая здесь штука Поэтому, когда у нас много-много в рационе Омега-6, а у большинства просто выше крыши Бесполезно принимать Омега-3 Потому что тебе просто не хватит ферментов, чтобы катализировать одновременно как Омега-6, так и Омега-3 Поэтому прием Омега-3 без сокращения до необходимого минимума Омега-6 бесполезен, вообще забудь об этом Теперь, в чем дело с Омега-6? Как мы будем их сокращать? Какие пищевые источники содержат больше всего Омега-6? Омега-6 это преимущественно растительные полинеосыщенные жирные кислоты Это значит, что их больше всего содержится в растительной пище И самое большое содержание, самая большая концентрация это растительные масла Поэтому мы адресуем самое главное усилие, которое не требует большого внимания Но дает больше всего результата к сокращению большинства или даже в некоторых случаях всех растительных масел Сейчас на экране появляется табличка и мы видим, что в большинстве растительных масел Омега-6 просто огромное количество, огромная тонна И больше того я скажу, что природа не подразумевала, что человек будет употреблять в пищу такое количество растительных масел Особенно в чистом виде Я не говорю о том, чтобы поесть там орехов или семечек, в которых есть эти Омега-6 Но когда мы целенаправленно берем и очищаем растительную материю так, чтобы получить чистые Омега-6 А потом суем это в наши продукты питания Вот это является противоестественным И это приводит к тому дисбалансу и хроническому воспалению, которое мы сейчас имеем по всему миру Воспаление лежит в основе многих заболеваний И даже банальная депрессия Она может быть не банальная, но банально актуальная депрессия Она связана, может быть, многие случаи с хроническим воспалением мозга Из-за хронического приема провоспалительной пищи Как, например, вот этих растительных масел и Омега-6 Поэтому, как я уже рассказывал ранее в одном из прошлых видео Три простых шага к здоровому питанию Нам нужно как можно больше сократить растительные масла К необходимому минимуму, либо полностью И не надо бояться, что мы перестанем что-то получать Потому что Омега-6 содержится не только в растениях, растительных маслах Они еще содержатся в животной пище Потому что животные едят растения, получают Омега-6 И мы уже получаем с ними небольшое количество Омега-6 К счастью, в животных гораздо более скромное содержание Омега-6 И соотношение Омега-3 к Омега-6 гораздо лучше Именно поэтому мы не должны бояться сократить Омега-6 в своем рационе Более того, большинство вот этих растительных масел Они являются токсичными для человека Хлопковое, рапсовое, сафлоровое, каноло, рапсовое Уже сказал, все они по сути изначально были промышленными маслами И только когда мы научились их очищать химическим способом Их стало можно употреблять в пищу Но это не значит, что это сделало их полезными, нужными, необходимыми И в принципе, огромное количество проблем связано с тем, что Омега-6 склонны к накоплению в тканях И накапливаясь в тканях, они окисляются в провоспалительные гормоны И поэтому люди долгое время болеют, испытывают боли в суставах Иммуновоспалительные заболевания Огромное количество проблем И более того, Омега-6 долго распадаются У них очень долгий период полураспада, так скажем Они могут сохраняться в тканях год и более Сохраняя вот этот воспалительный статус во всем теле Поэтому, мой совет на сегодня У тех, кто имеет тяжелые воспалительные заболевания Какие-нибудь хронические артриты Аутоиммунные, не аутоиммунные природы Неважно, какие-то хронические боли, которые уже достали, надоели Или даже хронически плохое настроение Депрессию, тревожность Я рекомендую сокращать общий уровень воспаления Через сокращение присутствия Омега-6 в рационе И это можно сделать существенно просто Отказавшись от тех растительных масел Которые особенно я перечислил Даже наше любимое в России подсолнечное масло Оно тоже относится к этой категории Более нейтральные, более безопасными являются Кокосовое, пальмовое, оливковое и авокадо масло Вот эти масла растительные, они наиболее безопасный вариант Потому что в них минимальное количество Омега-6 из представленных всех вариантов И они более стабильны как в готовке, в рафинированном виде Так и для употребления Поэтому у тех, у кого нет проблем таких широкого спектра Вот вам можно оставить в рационе Кокосовое, пальмовое, которое все боятся все еще Оливковое и авокадо масло Но даже их можно тоже сократить ради получения наибольшего эффекта Например, известно, что то же самое наше любимое кокосовое масло Которое очень любят в кето Оно тоже может увеличивать проницаемость кишечника Поэтому есть те случаи, когда я, например, подопечному сокращу вообще все растительные масла Чтобы его кишечник и воспалительный статус пришли в норму Чтобы не компрометировать его дальше Более того, если мы вспомним табличку, которую я сейчас сказал Там есть свиное сало И если сравнить его, например, с тем же распиаренным оливковым маслом То оно ему практически ничем не уступает У него примерно такое же содержание мононенасыщенных жирных кислот За которые любят как раз таки оливковое масло В нем больше стабильных насыщенных жиров И оно при этом еще и дешевле То есть получается, что по сравнению с оливковым маслом Свиное сало дешевле, стабильнее И в результате оно менее токсичное при некоторых случаях И меньше окисляется Это значит, что на нем удобнее, безопаснее, дешевле готовить и использовать его в пищу Поэтому все остальные, также животные жиря Они всегда будут превосходить и в готовке, и в своих питательных качествах Они будут превосходить растительные масла Поэтому можно полностью съехать с растительных масел Навсегда о них забыть Ну, иногда использовать там оливковое масло В высокой кухне, повыпендриваться в ресторане Все в таком роде Но в остальном можно использовать везде просто животные масла Сливочное масло, сало свиное, жир говяжий Гусиный жир барсучий Да какой хочешь, такой и используй Итак, ключевые моменты моего видео Омега-3 есть и принимать из добавок бесполезно, пока у нас много омега-6 Поэтому нам нужно сокращать омега-6 Чтобы сократить омега-6, мы сокращаем растительные масла в нашем питании Заменяем их животными жирами, которых бояться ни в коем случае не надо Нет ни одного достойного исследования, которое говорит, что они приводят к раку К сердечно-сосудистым заболеваниям К диабету И что там еще скажет твой врачка А ты скажешь ему, что ешь больше всего свиного сала, чем оливкового масла Все, что я сегодня рассказал, представлено в виде статьи на моем сайте Ссылки находятся в описании В комментарии, может быть появятся здесь Переходим туда Узнаем все-все подробности В том числе то, что я, может быть, забыл сказать в этом видео Получаем от этого пользу, удовольствие, наслаждаемся, делимся с друзьями На этом у меня сегодня все Большое спасибо за просмотр и до скорых встреч